привет привет всем привет всем привет так как а как 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 о вот надо же мы подождем лидия так я здесь привет как прекрасно кто-то сегодня в сторис не кто-то а ксения ксения в путь сантьяго что она запостила я прям у меня такие ресурсные воспоминания о да я даже думаю с этими ресурсными воспоминаниями связано мое пребывание в испании настоящее время скажем так что они тебя туда привели наверное мы сегодня гуляли по улице и тоже нашли ключи вспоминали эту историю когда нашла эту и это знак да кстати это знак это знак мария вот у марии мария тоже была с нами пути сантьяго у лидии была самая женственная походка самая женственная походка поэтому не зря мы сегодня про женственность говорим мария дошла без всяких сбоев вообще да вот что значит профессионал своего дела пилатес да пилаты нам необходим но я могу сказать что и ты прошла великолепно потому что ты занималась мы опять же обсуждали с друзьями вот как идти в путь сантьяго все склоняются к тому что правы те которые заранее делают то есть профилактика травм марина профилактически сколько ты занималась два три месяца ходила по лесам почти три месяца как раз сегодня тоже будем говорить про профилактику в том числе нашей гормональной системы как она функционирует что есть зло что есть хорошо это про то что когда ты знаешь свои слабые места ты их готовишь заранее и они становятся может быть даже твоими сильными местами я же знаю что я человек не спортсмен я два с половиной месяца готовилась каждый день к походу а кто-то как как я только купил кроссовки в мадриде понимаешь слушай ну что поехали наверное поехали смотри тема женственности такая нужная женщина да тема женственности очень нужна женщина если она есть изначально нужно знать что с ней делать чтобы ее не растоптали если ее нет или она потерялась мы ее мозгами развиваем и так далее но есть такое составляющее как тело да тело тело которое никуда не денешь мы можем мозгами понимать что с нами не так что с нашими стратегиями куда они повернулись где мы превратились в коня с яйцами и так далее как мы себя ведем где то мы начинаем себя контролировать отлавливать части личности которые отвечают там за мужское условно говоря за женское тормозить себя и так далее это все прекрасно и все таки да у нас два мы успешны когда у нас два коня в любой сфере два коня участвуют это и разум и тело то есть разум молодец делаем все что можем про тело не забываем вот сегодня мы говорим про тело да женственность и сексуальность в теле что это да лидия объясни для чайников я в этом ничего не понимаю поэтому будем просто просто понятно что это да как мы можем на это влиять и должны и какие-то может быть основные ошибки ты нам расскажешь да что женщины думают думают одно а получается другое да я бы даже сказала продолжила вот метафору коней да это как будто бы тройка лошадей на самом деле то есть тут тело и разум части одной системе а в женщины понимаешь эстроген прогестерон и тестостерон соревнуются друг между другом и нужно основных да да гормоны же ну если мы половые гормоны берем половые гормоны эстроген для чайников все для чайников эстроген прогестерон и тестостерон и это конечно моя любимая тема потому что кушетка гинекологически у меня бэкграунд я врач и кушер гинеколог работала в репродуктологии и мне эта тема очень близка и когда я проходила очередное твое обучение и услышала твою твой вебинар по поводу гормона у меня сразу возникла мысль нам нужно соединиться и рассказать еще в этой части медицинской да медицинской составляющей потому что да действительно есть тело и кто бы мог подумать но у тело есть свои законы и тело работает именно по этим алгоритмам и законам в том числе половые гормоны потому что система едина что тело и разум что внутри этого тела знаешь как нас учили в медицине тут кровеносная система тут нервная где-то болтается там где-то матка с яичниками там щитовидная железа а там остеопороз почему-то да а она же все вместе почему сюда правильно загрузить коробочку и там уже хорошо пойдет вот но касательно эстрогена прогестерона и тестостерона я просто вот хочу чтобы у каждого сформировалась уже нейронная цепочка на каждый гормон и что что он означает например эстроген эстроген это самый женственный гормон то есть женщина с красивыми такими округлыми формами мягким голосом пухлыми губами развитой грудью эта женщина хороший иммунитет имеет эта женщина имеет красивую кожу потому что эстроген это наполненная кожа плотная эластичная такая вот сочная потому что когда эстроген снижается у женщин уже в климактерическом периоде первое что страдает это кожа резко количество морщин возрастает плюс в том числе сухость во влагалище будут неприятные такие вещи почему потому что эстроген ответственный за это и на уровне эстрогена надо держать всегда верху эта женщина вряд ли оденет какое-то яркое красное платье но она будет великолепно себя чувствовать в пастельных тонах нежно-розовое нежно-голубое составлять с тестостероновым альфа мужчиной великолепную пару то есть это все красиво но дело в том что женщина это вот знаешь как шутка что куча смайликов разных у женщин так оно так и есть потому что в любой момент времени подключи женщину возьми кровь из вены и посмотри уровень гормонов они будут вот так то вверх то в тысячу раз меньше то в тысячу раз больше женщины являются таковыми соответственно это же наша сильная сторона то есть ну вот представьте для мужчины если женщина все время в эстрогене ну скучно не знаю я думаю что скучно потому что в общем я за то чтобы женщины когда делают анализы и знаешь они что-то видят что-то у них в избытке и сразу это все это все гормоны мне нужно забить на свою жизнь я не знаю что делать дальше так а зачем забивать если ну к примеру тестостероновые женщины мы тестостерона коснемся что это такое вот они сразу бьют тревогу потому что уровень тестостерона ого 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 так не нужно бить и не нужно его снижать без определенных показаний может быть лучше стоит эстроген и прогестерон подтянуть туда и развить все три не надо бороться это визитная карточка наша да то есть это наша визитная карточка а как мы можем противостоять природе мы таким образом были созданы а вот развить слабые стороны ну как и во всем да и в том числе и гормонов эстрогенов пологих гормонов женских тоже возможно потому что мне нравится чтобы у женщины включалась эта нейронная цепочка тогда когда ей надо надо ей быть женственной в этом случае да ну пусть она включит свой эстроген нужно ей отстоять свою точку зрения а чем это кто этим занимается естественно тестостерон естественно у женщины он есть без него женщины никуда потому что тестостерон это прежде всего иммунитет а иммунитет здоровый человек он еще и сексуальный то есть тестостерон это сексуальность вот если женственность это эстроген тестостерон это сексуальная энергия тестостерон это умение принять решения умение отстоять свои позиции умение подписать нужный контракт умение защитить, когда необходимо, да, свою точку зрения, иметь собственную опору, а не ждать опору от кого-то, потому что она никогда не появится, потому что из дефицита отношений не получается. Вот это уровень тестостерона достойный. Представляешь, что есть, у меня много знакомых девчонок ярких, вот это оденет красное платье, и чулки со стрелкой это тоже оденет, и в центре компании она будет. Почему? Потому что ей позволяет эта уверенность, эта спокойная, эта здоровая, положительная сексуальность, я ее так могу назвать. Лида? Да. Еще, ну вот у меня такое закралось, что если до, ну вот до климакса, наверное, скажем так, или вот пред, да, эстроген, женщина на эстрогене, такая манящая, красивая, сексуальная, то потом уже все-таки тестостерон держит, у кого есть тестостерон, они потом продолжают, и вот я не знаю, да, так как я не доктор, но вот у меня это отложилось, они продолжают то ли на дисциплине, то ли на том, что они следят за собой, то ли что, но вот именно потом, если не хватает тестостерона, женщина в какую-то жалкую тряпочку превращается, а если подключается, да, она как-то себя бодрит, какие-то гневные вот эти штуки подключает, стратегии развивает, становится чуть более тестостероновой, и у нее он как бы перехватывает вот эту эстафету, и те, кто после сорока, им все-таки хорошо вот это в себе, если они не были до этого, чуть-чуть гневные, да, вот эта способность принять решения и так далее, то им нужно обязательно вот это подключать, как-то сказать, чем дальше. Подключать праведный гнев. Да, чем дальше туда, к прекрасной последней трети жизни, тем он нужнее все-таки. Ты понимаешь, это так, но дело в том, что по всем данным, после 25 лет падает все, и тестостерон в том числе, вот в чем дело, поэтому я представляю науку антистарения и гормональную медицину, которая как раз и говорит о том, что давайте не будем смотреть, женщины, мужчины, все на среднестатистических нормах. Давайте посмотрим оптимальные нормы, давайте дадим возможность 40, 50, 60 лет иметь оптимальные нормы, ну, условно, 25-30-летнего человека. Поэтому глобально, если вот будут спрашивать, задавать вопросы, я за заместительную гормональную терапию, вот уже в климактерическом периоде, и даже в переменопаузальном. Да, но за какую? Не за фимостон и конти, понимаете? За эстроген в геле, за тестостерон в геле, за прогестерон в капсулах или в геле. То есть вот, что бы было, что для меня интересно. Почему? Потому что я вижу человека, и я знаю, что если ему добавить, вот то, что, ну, то есть представим такого человека, ну, скажем, клиент, который со мной провел месяца 3 или 4 на всех программах водного питания, имитация голода, мышцы тазового дна. Вот я точно знаю, что человек не грешил и максимально поднял свой уровень гормона. Но ему не хватает, потому что ему 40-50 плюс. Ему не хватает даже своего пика. То есть, ну, так как мы сейчас говорим, да, начальная, да, стадия нашего разговора, то не стоит в те дебри лазить по эстрогену прогестерона, вы сначала свой поднимите уровень. Потому что, ну, совершенно простыми способами вы свои уровни гормона снижаете процентов на 40-50. Вот в чем дело. Сейчас немножко пройдемся по прогестерону, я расскажу, что снижает, что стимулирует. Вот, так что тестостерон необходимый. И мне очень жаль наблюдать, когда девчонки тестостероновые, великолепные, без каких-либо проявлений назначения терапии, снижающей тестостерон, подвергаются этой терапии. Нет, не нужно. Стоит им просто поднять уровень эстрогена прогестерона, ну, то есть в основном, да, забеременеть хотят люди. И тестостерон, как бы им мешает. Я сто раз могу поспорить. Нужно еще посмотреть, что там мешает. Избыток тестостерона или это его обязительная карточка. Просто до 19-20 века вообще не было понятия эндокринологии, наука о гормонах, да. Потом кто-то пришел и решил усреднить всех. Подождите, есть оптимальные нормы, а есть уникальный гормональный рисунок. И считается, что гормональный рисунок уникален настолько, что вот сколько у нас миллиардов человек, у каждого человека он свой уникальный. Он уникальней, чем сканирование сетчатки глаза или отпечатки пальцев. То есть они получаются в определенной пропорции, да, столько-то, столько-то, столько-то и делают нас уникальными, да? Да, конечно. Но как бы цель нашего разговора, чтобы хотя бы оптимизировать свое. То есть неважно, какой, никого, ни с кем не сравнивать. Знать свои козы, гордиться ими, параллельно развивать то, что в недостатке находится. Так вот, а прогестерон, это гормон такой, то есть если вот эта женственная, соблазнительная, манящая, это эстрогеновая дама, тестостероновая дама, это яркая, Мэрилин Монро, например, это тестостерон. Или вот девушка в красном матрице, помните, как все обернулись на нее, это только тестостерон. Прикрытый, красивенько эстрогеном, то есть Мэрилин Монро же тоже, да, как бы эстроген, да вы что, там такой стержень внутри, это маркетная перчаточка вокруг. А ты знаешь, я изначально тестостероновая, но я очень развиваю, я очень развила, я продолжаю развивать свою женственную. Глядя на фото из Барселоны, которые я не так называла, эстрогеновая бы такое не поместила. Каюсь. Более мягкое, мягкое, мягкое. Есть такое дело. Ну, собственно говоря, я счастлива, потому что тестостероновая окраска, она великолепна, когда она в ограмке эстрогена. И что такое прогестерон? Прогестерон, он позволяет нам сохранять его, нашивать беременность. Прогестерон позволяет нам расслабляться. Прогестерон позволяет нам проявлять гостеприимство, дружбу. Это такой гормон, я бы сказала, семейный, гормон спокойствия. И его очень не хватает подавляющему большинству женщин во вторую фазу менструального цикла, когда они становятся фуриями, и бедные мужчины уезжают в командировки, пытаясь пережить этот злосчастный предминистральный синдром. Вот это про прогестерон. И на самом деле это же не из-за прогестерона предминистральный синдром, как многие думают, это из-за его недостатка предминистральный синдром. Потому что прогестерон, он вообще хороший, он противоотечный эффект вызывает, он не накапливает килограммы. А прогестерон вызывает активацию парасимпатической системы, значит, мы более спокойные, мы хорошо спим, то есть нет панических и тревожных и истерических наклонностей у женщин с достаточным количеством прогестерона. Вот нас смотрят сейчас, да, сколько людей. Интересно, есть среди них счастливчики, у которых ПМС не было никогда. Мне такое интересно. Вот. Видите, у кого достаток прогестерона? Голова не болит. А внешне как-то отличается или повар, если эстрогеновая она такая? Ну, избыток, то есть, это я к чему? Предменструальный синдром испытывает подавляющее большинство женщин. Они должны знать, что они испытывают его не из-за прогестерона, а из-за его недостатка. А на фоне недостатка прогестерона формируется относительно избыток эстрогена. И вот и прет симпатика, дурь, истерика, фуриозость и так далее. Отек. Потому что эстрогеновая женщина это приятный румянец скорее максимум, если вот внешне чисто. Кстати, это прекрасная кожа, и это очень красивые волосы, то есть волосы упругие, с достаточным объемом и блестящие. Вот это эстроген. Когда эстроген резко падает в климатерическом периоде, женщины сразу говорят о том, что резко уменьшилось количество волос и объем и тусклость. Вот. А прогестерон, вот его недостаток, выдает красное лицо. Вот во вторую фазу, если женщина присмотрится, посмотрит, то лицо более реактивное, оно прям с красненькой, с красными воспалительными элементами или просто вот красное как будто бы обожженное солнце. Тестостерон, чаще всего женщины тестостероновые, вот в этом смысле я не тестостероновые, когда они занимаются спортом, они заразы даже не пунцовеют. Это отвратительно. Вот я, например, когда занимаюсь спортом, я вся пунцовая, я понимаю, эстроген так и меня догнал, понимаешь, в возрасте хорошо за 30 много. Я как бы не горжу. Вот это эстроген. Тестостерон бы такого не потерпел. Тестостерон обычно пэйл, бледный. Бледный как будто бы занимался и как будто бы нет. Вот. Тестостерон, естественно, более мужская, угловатая фигура. И когда недостаток тестостерона есть, вот какие симптомы неприятные. Депрессия всегда. Невозможность ни сесть за руль, ни принять решение не то, что переехать куда-то, а вообще, что ты будешь одевать сегодня? Белое платье, красное или розовое? Невозможность принять решение никакого. Вот это недостаток тестостерона. Так, из проявления это целлюлит, это самое главное недостаток тестостерона выдает целлюлит, ну, в смысле, это как следствие, варикоз и резкое снижение мышечной массы. Практически, можно сказать так, был красивый, сочный, налитый, да, потом идет какая-то мышечная атрофия. Это признаки недостатка тестостерона и частые заболевания, потому что тестостерон у нас, андрогены, ДХ, тестостерон отвечает за высокий уровень иммунитета. Поэтому в спорт идут, избыток, ходят избыток тестостерона. Почему? Да, потому что если они не пойдут в спорт и не будут со спортом выплескивать, да, свой избыток, они покусают нас всех или изнасилуют. Так, два варианта, или так, или сяк. Поэтому, например, с чем мы теряем наши гормоны? Ближе к делу. Это очень интенсивный спорт. Но опять же, вот смотрит нас полтысячи человек, очень интенсивный спорт имеется в виду не 5 километров за час, имеется в виду не какие-нибудь ваши танцы и так далее. Наоборот, спорт великолепен, он стимулирует статью. Но избыток спорта, то есть, скажем так, олимпийский актив расходует половые гормоны. Получается, у кого, например, не так много тестостерона, если она где-то передавила в спорте, ее не хватит на цели. Да, конечно. То есть, тут нужно понять, что женщины, в принципе, не подходит тренажерка с весами большими. То есть, женщина создана немножко для других физических активностей. Потому что тестостерона у нас меньше где-то раз 20-40, чем у мужчин. Соответственно, мы разные. я не знаю о каком равенстве говорится феминистами. Я в некоторых моментах, как доктор, не могу согласиться, потому что совершенно разный гормональный рисунок. Мы созданы для разных целей. И вплоть до того, что, например, я здесь уже нашла свою массажистку. Моя массажистка простой человек. Она простым мне текстом сказала. Лидия, вот я вас массирую, у вас стресс. Вы поймите, женщину стресс разрушает, а мужчину развивает. Ты знаешь, я готова вот вообще просто эту цитату везде. Это фраза в годах. Да. И потом, представляешь, через два дня к какому-то марафону готовлюсь, смотрю чисто статистику кортизола. Во-первых, кортизол у мужчин стабилен, его 25-35 миллиграмм выделяется. А у женщин он стабилен по настроению. И 15-20. Ну, то есть совершенно разная специфика. Женщина не может быть в постоянном стрессе. Женщина не может быть в стрессе. Все ясно, да. Гормонально подтверждено все. Да, поэтому... ...поделать. Стресс для мужчин. Вот. Поэтому, что у нас резко снижает уровень гормонов? Это избыток спорта, избыток тяжелого спорта. То есть тут, опять же, да, у каждого свой гормональный рисунок. То есть, смотрим на себя. Если мы, если нам, если мы до спорта себя довели, но нам потом больше по жизни ничего не можется, то надо сокращать... Я не думаю, что надо сокращать спорт, потому что без спорта не будет дела. Без спорта не будет дела. Мы существа, которые создавались тысяч 40-50 на земле назад. И мы были созданы для того, чтобы быть в постоянной активности. Другое дело, значит, подобрана неправильная физика. надо брать себе. То есть, кому-то нравится тверк, кому-то я пока нашла свой балет, перепробовала все. И годы в тренажерке, и кардио, просто несусветные по 15-20 километров в день, и стрип-пластику, и опять же, тверк, который мне нравится, но это не до конца меня раскрывает. И йогу, не знаю, 12-15 лет я занималась йогой подряд профессионально. Но когда я нашла балет, и я вспомнила, что в 6 лет я очень хотела, чтобы меня дали на балет, но, сука, я толстенькая была очень, и не взяли меня на балет, понимаешь? И, наконец, я нашла свое призвание и то, что мне нравится. И я готова потеть и полтора часа от несусветных тренировок и наслаждаться этим. Меня это заряжает. Смысл в том, чтобы найти свою физическую активность, потому что, ну, действительно, после 25-ти мы в ответственности за свой тестостерон. И тестостерон стимулируется достойными нагрузками. Но... С достойными нагрузками. Но изнашивается, когда они выше субнагрузок, да, когда они уже не, ну, как это, unbearable, непереносимые. Стресс, хронический стресс снижает уровень половых гормонов и приятная такая составляющая, слишком много секса снижает уровень половых гормонов. Поэтому во все времена... израсходовалась, и, как в времена старые говорили, пойди восстановись. То есть вот я слышала в твоих вебинарах, что ты говоришь, да, вот спать раздельно. И it makes sense. С гормональной точки зрения, да, опять же, медицинский штамм подтверждено. Потому что женщина должна наполниться. И это не эзотерика, это чистая биохимия. Она при избытке 3-4 раза сексуальной активности в день она расходуется, и ей необходимо пополнить свои стратегические запасы. Вот так. Медицинский штамм. Верно. Вот. Ну и, конечно, вы меня простите, но я перейду к питанию. Потому что есть те виды питания, которые резко снижают уровень гормонов практически в два раза. на несколько часов. В том числе половых. Поэтому, к сожалению, нам придется эту эту сторону медали рассмотреть. Что активирует половые гормоны истероидные? Это белок и это правильный жир. Что деактивирует это углеводы и сахар. Поэтому все содержащее сахар, все содержащее зерно, вот все. Прям все. кофе и молочная продукция резко снижают уровень гормонов. Не смотри так грустно. Ты сочувствуешь тем, кто... Я сейчас как раз на такой диете жесткой. Вот. Которая стимулирует половые гормоны, да? Ну, она мне не для этого, но посмотри. Ну, видишь, оказывается, для этого. Вообще все зерно исключило. Белок, полезный жир и овощи. И ягоды. Ягоды, на самом деле, это хорошая вещь, которая стимулирует щитовидную железу. По большому счету, если говорить о женской репродуктивной системе, о женских гормонах, ну, конечно, это не женственность и сексуально-щитовидная железа, но она напрямую связана с нашей репродуктивной системой. И вот те, кто принимает без показаний противозачаточные препараты, они рискуют, потому что они буквально сажают функцию щитовидной железы и, естественно, функцию матки яичников. Почему? Потому что гормональные контрацептивы действуют на уровне мозга, на уровне гипоталамо-гипофизарной системы, к великому сожалению. И я очень рада, что изначально я не могла, не могли меня заставить работать в гинекологии. Я работала в акушерстве. Мне не нравилось назначение заместительной гормональной терапии. Я не могла этого одобрить. И сейчас уже вот прошло какое количество времени, страшно подумать, лет 18 прошло, когда наконец-то со сцены Всемирного конгресса заявляют об этом во всеуслышании, что имейте в виду, это не поголовно вообще-то есть другие виды контрацепции, которые не портят гипоталамо-гипофизарную систему и щитовидную железу, которая, собственно говоря, почему я упомянула щитовидную железу, потому что каждый человек, который сейчас подключен к нам, явно хочет себе здоровый метаболизм, стопроцентный. Так вот, стопроцентный метаболизм обеспечивает щитовидная железа. Если она в недостатке, ни в каком метаболизме, вы можете, конечно, какими-то титаническими усилиями держать себя в жестких рамках, но когда эти жесткие рамки вас перестанут удовлетворять, вы захотите с них спрыгнуть, и как спрыгнете, увидите щитовидную железу во всей своей красе. Получается, что у нас? Подбираем спорт правильно, да? Подбираем наш вид спорта, да? Который нам отзывается. Который нам отзывается. Причем, вот, после 30, я бы реально рассмотрела 6-7 раз в неделю. Ведь это должна быть любая активность, хотя бы для начала 5 километров в час за час. Не за день, а за час. с деполт-системой мозга вместе совместить. Потом, значит, следующее, расстаться с мифом о том, что, ну, как бы уже расстаться, расстаться, да? Нельзя есть все подряд безнаказанно. Абсолютно. Это не наши гормоны. Сахар, я вообще все эти десерты называю антисексуальными. Потому что, ну, обычно, если человек, это пара, например, съест, там до секса не доходит. Там обнялись друг с другом, немножечко заснули, типа, посмотрели фильм, за фильмом заснули. Почему? Потому что бедный организм пытается всю энергию кинуть на переваривание. Сахар, инсулин скачет, то есть о каких половых гормонах может идти речь, если там еще инсулино-резистентность может сформироваться. Все, что провоцирует резкий всплеск сахара, резкий, а это, естественно, углеводы. Но мы не берем ягоды и фрукты свежие, да? Мы берем углеводы, вот что, сладости любые, фреши в том числе. Очень многие думают, что фреша из фруктов это полезно. Это не полезно, это просто лишь беще простых углеводов в вашем стакане еще и в концентрате. Сколько там этих апельсинов, да, туда входит. Вся клетчатка мы выбрасываем, клетчатку, которая нам необходима, которая кормит полезную микрофлору кишечника. А все простые углеводы, которые резко поднимают сахар в крови, а потом резко его снижают, пожалуйста, в одном стакане созданы. Да, я, по 2 литра пила этого сока, маньяк, маньяк вообще просто. Сейчас я все это выравниваю. Потому что от сахара достаточно сложно отказаться, потому что, ну, по большому счету это такой узаконенный наркотик, я его так называю. И самое главное, что очень много скрытого сахара, который в соусах, в детском даже питании. Я была поражена, когда смотришь, и скрытый сахар, скрытый блютен, казалось бы, органик продукции 6 месяцев плюс. Там всегда присутствует мальтодекстрин, мальтодекстрин это глютен. То есть, если там написано синглютен, без глютена, это еще не значит, что там его нет. Есть куча других названий, которые позволено указывать в составе, не запрещено. И мало кто из людей знает, что тот же декстроза или мальтодекстрин означает те же, только в профиле. Хитро, все по-хитрому. Хитро. Вот, потом еще, вот какая хитрость маркетинговый, такой красивый план. Зерновые и как это называется зерновые? Цельнозерновые. Цельное зерно. Как бы здоровее. Но вот эта грубая клетчатка цельнозерновая, она в нижних отделах кишечника сцепливается с гормонами и выводит их. А гормоны в норме должны из нижних отделов кишечника проникать опять в кровоток и опять возвращаться в тело. Выводится до 40%. Много. То есть, по большому счету, даже, ну, то есть, говоря, это же сразу мозг уже, понимаешь, может быть, у всех изощренный, зерновые нельзя, а что можно? Хорошо, а цельновой, зерновой хлеб, Лидия, можно? Ну, там же написано, он здоровый. Ну, как это же написано, для чего? Миром же правит маркетинг. То есть, нужно быть умненькими и надеюсь, после этого эфира хоть капельку экспертными в этом вопросе и понимать, что я же не говорю еще о дрожжах, да, я не говорю о том, какую плохую микрофлору и какие процессы брожения гниения создает сахар и зерновый. Получается, это не только на фигуру влияет, на кожу, но это вообще влияет на состояние, да, на способность принять решения. А состояние это самое важное. Вот, ты абсолютно правильно сказала, на состояние. Тут включать женственность, понимаешь, или тут идти и заключать сделку века женщине, а тут, понимаешь, шоколадка и все. И все на смарку. Да, не все, но процентов 40. Я просто зато, я себя позиционирую как доктор, который дает 100% КПД человеку. Человек функционирует лучше, в энергии больше, спит лучше, сексуальная активность выше. Чего еще желать? Давай тогда скажем список продуктов, которые там точно всем можно. Какие, ну вот, как я сказала, белок, то есть вообще мы создавались в эпоху палеолита. Соответственно, самая оптимальная диета, это палеодиета. Ну как диета, я ее не называю, диета это стиль жизни. Образ питания. Да, опять же, я же детализатор, то есть образ питания, кому мясо подходит, ну в любом случае, белок, в общем мы скажем, а потом каждый примет решение, кому, кто-то же веган, кто-то не может есть мясо красное. Мясо красное, мясо белая птица, рыба, яйца, это те белки, которые запускают стероидные гормоны. Я сюда почему-то хочу отнести печень, все виды печени, и говяжья печень, и куриная печень, и печень трески, это то, что стимулирует половые гормоны. Жиры, жиры какие, ну вот в яйце, да, желток, авокадо, орехи, активированные, а не сладкие, не жареные, не соленые, не дай бог, масло натуральное, сливочное, оливковое масло, масло авокадо, кокосовое масло, натуральное, да, то, которое не рафинированное, масло кхи, топленое масло, это то, что стимулирует выработку стероидных гормонов. Ну, опять же, надо все, то есть, баланс таки существует везде. Опять же, возвращаясь в ту эпоху палеолита, мы должны понимать, что в настоящее время мы едим больше, чем мы задуманы. Помнишь, у тебя был какой-то эфир, я смотрела его, просто тебя спросили по питанию, сколько вы питаетесь, Марина? И ты сказала, да, как получится, один раз, может, два раза. На самом деле, мы так и создавались, мы не создавались, бегать с лоточками, по 6-7 приемов пищи, да, постоянно гасить гормоны, и делать так, чтобы наш организм, он же вообще-то, мужчина, мужского рода, да, он одно дело в единицу времени, он не может и думать одновременно, и переваривать пищу, а если еще переваривать хреновую пищу, так ему на 5-6 часов работы, о каких там мозгах может идти речь, это, как говорят, да, живот, живот растягивается, глаза закрываются, живот натягивается, глаза закрываются, когда мы едим, вот, ну, на самом деле, в этой шутке есть правда. Да, есть правда, я когда сократила вот это, когда-то же тоже, вот это было 5-разовое питание, там, и так далее, весь этот бред, там, соки натуральные, когда я сократила 5-разовое питание до 2-х раз, да, там, 2 раза, 1 раз, 2 раза, реально ты себя чувствуешь каким-то более активным, какой-то ты более живой, да, я почувствовала, что наш организм, он для этого, не для того, чтобы сидеть, постоянно жевать кашу и переваривать. Мне очень нравится моя программа имитация голода, вот с 4-го, 5-го дня мы становимся, ну, я лично, и я смотрю, на своих клиентов, особенно мужчины, они говорят, Лида, первые 3 дня ад, ну, почему ад, потому что у них тестостерон огромный, поэтому они, в принципе, очень быстро втройнеют, и для них 3 дня практически, ну, условно на воде, да, на воде, овощах и чего-то, чем-то так, им сложно, но, говорит, с 4-го дня рождаются такие идеи, что просто брать талмуд, записывать, и становишься, как универсальный солдат, спишь мало, ешь мало, энергия прет, выглядишь, просто сияешь, почему бы и нет, или, например, вот как ты говоришь, да, один раз, ну, там, не приоритетно, когда случилось время, тогда поела, да, но я уверена, что ты еще, ты же, у тебя явно нет никакого дженкфуд, да, в радиусе 5 километров, а может быть и больше, то есть ты, в любом случае, ты подготовлена, то есть, когда ты захочешь есть, ты не возьмешь первое попавшееся, ты возьмешь что-то, что у тебя, ну да, ну опять же, вот смотри, я же только недавно этим занялась, буквально 2-3 года, я реально плотно занялась тем, что я не где-то услышала, а вот реально началась, я сидела и разбиралась, то есть я сидела и читала, включала внутреннюю референцию с ориентацией на экспертов, разбиралась прям, и когда я конкретно поняла там, что, я же не вникала, ну да, вроде понятно, в Макдональдс не ходи там, а свежие эти ходи, что тут, да, что тут, ну и так, ну когда ты приходишь и выпиваешь 2 литра сока апельсинового, как я делала, потом я поняла, чем я занималась там, 10 лет подряд, да, по утрам, ну то есть, вот такие глаза у меня были, а тоже все равно, вот эти зерновые, ну все равно же сложно отказаться, а вот сейчас я сколько, и все равно я периодически их ела, а сейчас я сколько сижу, ну где-то месяц, наверное, прошел, у меня такое, вот то, что белок, да, полезный жир, я съедаю сливочное масло, каждый день, вот прям в таком куску, масло авокадо у меня есть, кунжутное масло, кокосовое масло, и этих, ореховое масло, льняные семечки масла, ну такое, я их меняю, а постоянно это сливочное масло, масло авокадо и кокосовое масло, авокадо, тазик овощей, тазик овощей, и ягоды, все, даже фрукты перестала есть, и я хочу просто сама на себе посмотреть, как это, что это, и ты бы одобрила мою диету, я бы одобрила очень, тем более, знаешь, я не очень люблю чистить эту диету, потому что, потому что видела жертв какие-то диеты, которые приходят ко мне, я все-таки за то, что человеку нужен, нужны углеводы, порция углеводов, но какие углеводы? Из овощей, это клетчатка, и из тех же ягод, то есть ягоды сырой продукт, пониже гликемический индекс, пониже гликемическая нагрузка, но кто бы мог подумать, стимулирует щитовидную железу, и вот поешь ягоды с утра, мало того, что запустится микрофлора, здоровая кишечника, она рулит вообще всеми нашими вкусовыми предпрастиями, иммунитетом в том числе, это официальная кишечник, первые иммунные органы, по названию книги, это то, что медицинское, медицинский бэкграунд. Так, и выпало из головы, что еще хотела сказать. Вот, я сегодня утро начала с разговора со своим другом, он профессор-уманолог, американец, мы с ним говорили про эпигенетику, про то, как стать над нашими генами. Так вот, вот этим образом жизни, которым мы сейчас говорим, да, ты, я, мы делаем такое образование, мы становимся над своими генами. То есть, условно, если человек приходит и говорит, да вот у меня все, вот, в роду такие, вот, или толстые, или с плохой кожей, или с сахарным диабетом, или с раком, чего-то, камон, это вообще не приговор. Стоют над гороскопами, понимаешь, а мы что, над генами не можем стать? Мы можем стать над генами. И каким образом? Вот таким. Просто не искать волшебной таблетки. Волшебная таблетка, которая удлиняет теломеры, была показана за 700 долларов, есть доказанная, уже их много в модификации, но вот наконец-то 700 или 750 долларов стоимость, которая доказательно подтверждает удлинение теломер. Так она не будет, если вы будете есть сахар или зерновые в большом количестве, и хлеб, и мучную продукцию, и маргарины. Так она и работать не будет. Она не справится с этим. Это же метахондриальная дисфункция. Мы ничего с этой сделать не сможем. Биоидентичные гормоны не действуют, если мы безобразно питаемся. Но для меня безобразно то, что среднестатистический человек делает. Безобразно не в том смысле, что я человека обвиняю. Я очень толерантный человек. Безобразно с точки зрения медицинской, что я этим занимаюсь буквально с 15 лет, как в медицинский лице. Я поступила это дело. И я к чему начала про эпигенетику, что теория старения, мы стареем от белка и углевода, но белок нам в любом случае нужен. То есть тут такая вот палка в двух концах. С одной стороны, белок нужен для построения ткани, с другой стороны, когда мы слишком много белка потребляем, ткань быстро развивается и стареет. Поэтому причина ранней смертности культуристов, которые злоупотребляли протеинами. А с другой стороны, углеводы. Ну опять же, вот эти условно 2 литра фреша. Это углевод в чистом виде. Углевод, к сожалению, действует не только на уровне клетки, он действует на уровне гена. И он включает плохие гены, формируется плохая эпигенетика. Мы включаем патогенные гены. Когда мы убираем избыток углеводов и оставляем те углеводы, о которых мы с тобой поговорили. Мы активируем здоровые, которые, возможно, были в наших предках спящими, но они были, они есть у каждого человека. Так вот мы их активируем. Нажали сладкого, активировали плохие гены. Да. Хорошая новость в том, что когда мы прекращаем это делать, очень быстро мы восстанавливаемся. Но плохая новость в том, что как только мы опять начинаем, мы очень быстро опять же скатываемся туда. А что такое плохие гены? Ну, плохие гены, например, ген, который ответственный за больший риск рака в организме человека. А, то есть все, что ведет к болезням, да? Да. Плохие гены. Да, патогены. Мы можем встать над ними, но самое приятное в эпигенетике то, что вот этим образом, то есть не волшебная таблетка та за 750 долларов, волшебная таблетка – это стиль жизни, который мы делаем. И если у вас нет, то есть есть же эксюзы. У меня нет денег на биоидентичную терапию. Так ты вначале свой уровень гормонов подними на достойном уровне, а потом уже про биоидентику мы будем говорить дней через сто. Между тем, чтобы выбрать морковку и выбрать булку, да? Для этого не нужны деньги. Абсолютно. Для этого нужна только экспертность. Если мозг поймет, если мы сегодня с тобой продали идею людям, то они выберут морковку. Потому что когда мозг понимает, почему, чем это чревато. Но самое главное, что вполне возможно, нас смотрят молодые люди сейчас, да, в основном молодая аудитория, которые еще... Все молодые. Здесь только молодые. Которые способны размножаться, я имею в виду. Даже 50, 60, 70, 80-летние. Все молодые. Их, к сожалению, не могу. Ну, как бы они расскажут своим детям тогда. Дело в том, что формируя нашу здоровую эпигенетику, мы передаем ее потомству. Вот что доказано. Так что ответственность нашего стиля жизни и ответственность на наше будущее. Да, я тоже прочитала про это. Эпигенетика. Как ты себя ввел, ты передаешь это потомству. И если, например, близнецов разъединить, да, и поместить их в разные условия обитания, пребывания и питания, это будут абсолютно разные люди. Они не будут одинаковыми. Это тоже доказанный факт. Поэтому эпигенетика существует, фенотип существует. Потому что в конце концов, что мы видим в зеркале? Мы видим фенотип. Есть генотип, есть фенотип. Вот мы видим себя плюс 10 килограмм. Ой, как-то не очень. Фенотип – это что такое? Это как мы себя видим. Вот плюс 10 килограмм – плохой фенотип, не очень. Минус 10 килограмм – смотришь в зеркало. О, мне нравится, хорошо, красиво. Так это внешнее. Но оно формирует генетику, эпигенетику включает. За вот этим фенотипом у нас профессор был, микробиолог. У него такая специфическая шутка была. Он всегда нам шутки эти отпускает. О, мне знаком твой фенотип. То есть я тебя знаю. Что-то мне знакомо твое выражение лица. То есть фенотип – это как мы выглядим. Мы же можем выглядеть в разные периоды жизни и в разные периоды дней по-разному. Так за этим фенотипом кроется генотип. За этим фенотипом гены. Это все… Ну, в общем, надо быть осознанным. Питание, да. И вот здесь спрашивают, а как быть с тем, что мясо напичкано гормонами? Ну вот, насколько я знаю, что у нас что только чем не напичкано, да. И самое главное – это разнообразие в питании, да. Это нам еще говорили в гигиене питания. Вот этим мы можем спастись. То есть мы не едим, например, свинью или говядину целыми днями. И хотя вот так как для меня еда не приоритет, я могу на что-то одно сесть и, например, каждый день его есть. То есть даже без вот, да. А что удобнее, а что быстрее, а что свежее, а что лучше и так далее. Но это плохо, потому что есть риск как раз набрать, да. Вот морепродукты мои любимые, они, например, собирают тяжелые металлы. Все. То есть если есть одни морепродукты, наберешь тяжелые металлы. Надо чередовать курица, яйца, морепродукты, мясо. Растительный белок и так далее. Только чередовать, потому что везде есть сейчас какая-то химия, даже если она вроде бы без химии. Везде есть какое-то... Оно, конечно, везде есть, но в конце концов мы же тоже не монахи, мы не живем где-то там вверху. Мы адаптировались, да, к этому. И везде напичкана гормонами. Но знаете, в моей карте мира не напичкана. В моей карте мира в любой стране я нахожу органическую продукцию. Я ищу, да, я рою, я нахожу полностью обсессионг-фермеров, которые могут даже хлеб в печи при 100 градусах и без всяких дрожжей, только используя определенный вид муки, который хоть как-то подходит моим клиентам сделать. И в дереве замешивать, они даже не используют металл. Я нахожу одержимых. Почему бы и нет? Я одержима своим делом, так я пойду и найду одержимых своим делом. Таких же экспертов, как и я. Что у нас... Это своя профессия. У меня, одна из моих клиентов, так у нее собственный участок, где для нее выращивают птицу, мясо, овощи, там целое поле. Все. У нее, она питается вот только со своего огорода. Obsession, да? Obsession. Ну, мы говорим, для тех, кто вот сейчас только раскрыл, протер глаза, да, и что делать-то? Ну, вот для начала питайтесь этим, но меняйте, да? А потом... Да, и органическая продукция, классный вопрос, ну, в смысле, классную тему подняли, потому что на самом деле пестициды резко снижают уровень всех гормонов, не только половых. Вот в чем дело. Поэтому просто рыть. Здесь приведу пример. Я уже несколько месяцев в Испании, но в моей карте мира морепродукты – это замороженное зло, потому что обычно в Украине, Казахстане, ну, и даже в Тель-Авиве, где я когда-либо жила, это было зло замороженное. И когда я попала на рынок Ля-Бакирия и увидела эти несметные сокровища рыболовства, утренние, понимаете, до меня, наконец, то есть вот мой блок. И я думаю, бог ты мой, я несколько месяцев здесь, и я себе отказывала в таком удовольствии взять свежих лангустинов или креветок и поесть. То есть у каждого... Это к чему? Вот у нас шоры. Вот. Оказывается, нет в наших шорах даже киноа, понимаешь? Оказывается, шоры чуть-чуть раздвинуло, а он в ближайшем супермаркете уже киноа лежит вместе с бататом в припрыжку. Точно так же и касательно органической продукции. Нет, не все. Ну, в Испании прям пишут, да, без антибиотика. И, ну, если это пишут по европейским нормам, я этому доверяю. В своих странах я ориентировалась на фермеров. То есть, ну, смотришь же, наметан глаз, смотришь, куда люди подходят, пробуешь продукцию. И таким образом, как путем проб и ошибок, все-таки формируешь, приоритизируешь еду. То есть не нужно говорить, не нужно всех под одну гребенку, что все плохо. Нет. Стоит разобраться. Просто пока в нашей карте мира этого еще нет. Вы чуть-чуть прогуглите, там, здоровая ферма или что-нибудь, органическая продукция. Вы даже не представляете, сколько вокруг вас в радиусе пяти километров предложений. А есть ли какие-то продукты, которые влияют? Вот, например, девушка понимает, что у нее не хватает эстрогенов. Тестостерон есть, а вот что-то такое, да, ни пухлые губы, ни там, ничего такого пухлого нет. И никакого нет тебе женского состояния. Слушайте, ну, на самом деле, я как доктор могу сказать, что прокачивание мышц тазового дна творят чудеса. Они активируют. По поводу питания мы можем как-то фоном, да, ну, хотя бы не снизить, да, уровень этих выработки этих, или поддержать выработку своего природного фона. Но прокачивание мышц тазового дна я смотрю чисто с медицинской точки зрения. И он запускает, есть три группы мышц, которые запускают, когда надо, тестостерон, нейронная связь формируется. Когда надо, вторая группа мышц, эстроген, и новая нейронная связь формируется. Когда надо, третью группу мышц, гостеприимство надо проявить, прогестерон. И когда женщина освоила прокачивание мышц тазового дна, потому что на самом деле самое важное – это баланс. Когда мы прокачиваем каждую мышцу тазового дна, мы достигаем баланс. Но я стараюсь учить девушек так, чтобы она понимала разницу между первой, второй и третьей группой мышц. Почему? Потому что в нужное время она может буквально, то есть тело же и разум части одной системы, ты прокачаешь одну группу мышц, 2-3 минуты хватит для того, чтобы сформировалось состояние, химическая реакция пошла, и всё, и ты уже в состоянии тестостерона. Тебе нужен эстрадент, ты видишь, ну условно, муж пришёл домой не в очень хорошем настроении, куда там тестостерон? Надо тестостерон свой немножко подальше достать. Не хочет рядом мужика. Нет, это последнее, что он хочет. Он доспехи снял, пришёл домой и хочет хоть немножечко нежности. В каком бы настроении ни была женщина, знать свою мышцу, которая отвечает на... Кнопочку. Да, кнопку. Активировать эту кнопку, ну хотя бы 2-3 минуты, достаточно. И ты уже в этом состоянии. Вот в чём дело. Просто знать свои кнопки, как их активировать, в этом экспертность проявляется. И это задача любого человека, не только медика. Для этого, собственно, мы и делаем эфир. То есть мы можем повлиять на гормоны и должны, да? Это нагрузкой, выбирая правильную нагрузку. Это конкретно упражнениями тазового дна, да? Еда влияет на наше состояние. Что-то исключаем, что-то, наоборот, насыщаем. Да, что-то исключаем, что-то подключаем. Есть ли что-то ещё? Ментальное и психологическое здоровье – это то, о чём ты говоришь. И опять же, это то, что говорится на Всемирном медицинском конгрессе. Не имеет в виду только внутреннее здоровье. Уже есть разграничения. Психологическое здоровье, ментальное здоровье, физическое здоровье. Получается, ну, получается вот этот вот блок основной, да? Если мы чувствуем, что что-то с нами не в порядке. Мы себе не нравимся, да? Как-то наше тело и всё вот это вот как-то не так. Даже если мы не понимаем пока ещё, в какую сторону идти, то то, что мы можем сделать и должны – это очищать питание, да? И обязательно подключать физическую активность. Ну, упражнение Кегеля – это… И да, и, собственно говоря, там тоже мышца. И она тоже хочет работать. И упражнение Кегеля ещё, я, боже мой, 60-е годы прошлого века, хотя бы примитивное, хоть что-то. Вот как ты говоришь, да? Делай хоть что-то. Начинай хоть с чего-то, да? Не нужно гоняться, потому что у нас почему-то такой менталитет. А там есть какой-то мистический аппарат, который прокачивает мышцы таза ладна. Но у меня на него нет денег. Похерю я это дело? Ну, вот этого я не хочу. Что на самом деле всё очень просто. Там только человек, в принципе, самоокупаемая система. Можно и без всех техник, можно и без всех гормонов изменить. Да сейчас столько информации. Главное, здесь главное, как всегда, понимание, что всё зависит, да, почти всё зависит от нас. Поэтому не надо сваливать на природу, погоду, ещё что-то. Тебя не устраивает твоё состояние. И на генетику не надо. Да. Есть возможность, обращаешься к специалистам, нет возможности. Всё есть в интернете, пожалуйста. И начинаешь, да? То есть это не данность гормона. Это то, чем мы можем и должны управлять. Он даже спрашивает, как сон влияет? Ну, понятно, как влияет, да? На сколько надо спать ложиться? В 23, с 23 до часа, местами до 2 часов, с 12 до 2, когда мы переводим часы. То есть условно. Условно запомните, что с 23 до 2 спать нужно просто в любом, при любом раскладе, потому что тогда происходит выработка гормона роста и мелатонина. Это два гормона молодости, сексуальности и долговечия. Всё, они не выделят у вас, если вы будете спать до 10 часов. Оно под вас не прогнётся. Тут надо прогнуться. Есть что-то, что под вас не прогнётся. К сожалению. 23.00, где бы что ни начиналось и не происходило, вы должны уже сопеть. Ну, хоть большинство дней. Я, конечно, понимаю пати и всё такое. Я это очень люблю. Встречи с друзьями до 5 утра. Это же эндорфины. Ну, не уточнили в 11 утра ложиться? Ну, когда пати в 11 утра. Было бы хорошо, да. Ты знаешь, у меня была клиентка, которая очень такая придирчивая. Она купила весы Танита японские, которые показывают биологический возраст. И вот после пьяных гулянок её биологический возраст был плюс 6. А она, ужас, больше такого делать не буду. Конечно, мы делать это будем, но мы понимаем вообще нашу плацу одна ночь с шампанским и танцами со своими любимыми подругами до утра и плюс 6 лет биологический возраст. Понимаешь? И надо восстанавливаться ещё сутки после этого. Но, понятное дело, это стоит того. То есть, если меня спросят, так что, не ходить? Конечно, ходить. Другое дело, что не ходить 5 дней в неделю. Другое дело, чем вы занимаетесь большую часть времени. Так, ну что, смотри, час очень быстро пролетел. Я сама его ещё раз переслушаю, потому что мне было интересно и полезно. Я сегодня много говорила. Мы даже не поотвечали на вопросы, но, ты знаешь, мне понравилось. Ну, какая-то основа. Основа. Потому что я сама чайник, я говорю, вот прям расскажем начало для чайников, а потом, ну, может быть, можно продолжить делать ещё один эфир. И что-то такое ещё интересное рассказать про гормоны. Потому что это реально, ну, вот это реально второй конь, который, да, голова головой, но если ты метёшь всё подряд, тебе очень сложно мыслями управлять своим обожравшимся телом. Если ты не помнил этого коня, плохой бензин туда залил, и ты пытаешься сумничать, он просто, ну, не сможет, да. Так, ну что, девушки, мы с вами прощаемся. Всем спасибо. Лида, тебе спасибо большое. Я тебя благодарю. Всё, всем спасибо за ваши вопросы прекрасные. Как я всегда говорю, мы не смогли ответить. Вопросы были риторические. Да, вопросы были риторические. Спасибо. Спасибо. Спасибо.